Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях и жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. В Гай воюют представители двух ритуальных агентств. По крайней мере, впечатление складывается именно такое. Для начала напомним вам, как накануне в редакцию телеканала Евразия попали фотографии из Орского морга. Именно оттуда сотрудники Гайской ритуалки забирали тело умершего, которое положили в багажник легковушки. Об этом нам рассказал автор фото, работник другого похоронного агентства из Гая Владимир Рязанов. В его автомобиль грузили тело умершего уже в легковой автомобиль, так как этого не должно быть. Это на ваших глазах происходило? Да, на моих. Считается ли это каким-либо нарушением? Можете объяснить? Конечно, это нарушение. Как сначала в легковой автомобиль, а потом у него же дети есть. Как они потом садятся в этот автомобиль? Он сам себе может объяснить это объяснение? А по отношению к умершему и его родственникам это корректно? Вообще никак. Не предполагаю, что должно быть. Если родственники так вот увидели, как относятся. После того, как шокирующие снимки попали в сеть, Владимира избили прямо на кладбище во время копки могилы. По его словам, это сделал руководитель агентства, чьи сотрудники были запечатлены на фотографиях. Так как я его знаю, я иду к нему на встречу, как говорится, поздороваться. Он с ребятами там. Без никаких либо объяснений мне идёт удар в голову. Я ему говорю, что случилось? Он ничего не объясняет, и столкается, выражается цензурной бронью. Сейчас Гачанин проходит лечение в больнице. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. У меня начались выгружения, что сказать, самая тошнота. Ну, я у нас вчера, позавчера, я обратился 9 числа в больницу. Но так как он до этого чуть-чуть проказничал, он всякую ересь на меня несет, я и подумал, что если так оно будет так. Я снял побои, съездил, а свидетельство не произошло. И вчера у меня положили в больнице. Можете перечислить, какие травмы у вас? Вот удар, сюда происходил, и у меня сотрясение может. Параллельно мужчина ждёт результаты экспертизы, на основании которого правоохранители примут процессуальное решение, ведь он обратился к ним с заявлением. Пострадавший настроен решительно. Ударивший его предприниматель должен быть привлечён к ответственности по закону. Ну, а мы в свою очередь желаем Владимиру выздоровления сотрудникам гайских ритуальных агентств, честного заработка, без компрометирующих фото, разборок и избиений. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В ГАИ подрядчик, выполняющий капремонт крыши одного из многоквартирных домов, складировал строительные отходы на прилегающей территории, а также на площадке накопления твёрдых коммунальных отходов, хотя строительный мусор должен вывозиться ежедневно. Нарушение законодательства выявила Гайская межрайонная прокуратура. Прокурор направил в адрес директора представление, которое находится на рассмотрении. В ГАИ с территории сквера у центра «Радуга» благоустраимого по программе формирования комфортной городской среды украли 7 метров кабеля для системы освещения. Сообщение о произошедшем накануне поступило в дежурную часть полиции. Сотрудники ведомства проводят проверку. Отметим, что объект должен быть сдан не позднее 31 июля текущего года. Неприятный инцидент добавил работы подрядчику. В ГАИ подорожали услуги такси. Теперь минимальная поездка по городу стоит 80 рублей. Такое совместное решение приняли руководители местных служб. Есть еще одно нововведение с 11 вечера и до 5 утра минимальная поездка обойдется в 100 рублей. Отметим, что прежняя цена в 70 рублей оставалась неизменной. Пару-тройку лет возить пассажиров за эти деньги таксистам стало невыгодно. В ГАИ обеспеченность больницы врачами составляет лишь половину от необходимого числа специалистов. Так, в расчете на 10 тысяч физических лиц имеется 21 доктор вместо положенных – 43. Сейчас в учреждении открыты вакансии участковых терапевтов, анестезиолога, реаниматолога, хирурга, офтальмолога, инфекциониста и других. Особую надежду руководство больницы возлагает на 26 студентов. Проходящих обучение в Оренбургской медакадемии по целевому набору. После окончания вуза они должны вернуться в ГАИ. Сотрудники полиции в ГАИ вернули иномарку Toyota Camry. 62-летний владелец автомобиль угнал 25-летний местный житель, которого задержали инспекторы ДПС. Парень сразу же во всем признался. Он рассказал, что проходил мимо машины и увидел ключи на земле. Поэтому решил покататься по ночному городу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По информации главного врача городской больницы ГАИ Алексея Федосова, в Гайском городском округе против коронавирусной инфекции привились свыше 5,5 тысяч местных жителей. 1500 из них – это люди старше 60 лет. Напомним, что перед прививкой нужно встретиться со своим терапевтом и обсудить все возможные противопоказания в каждом конкретном случае. Для записи необходимо обратиться в регистратуру, до врачебный кабинет или в кабинет неотложной помощи. Оставить заявку можно по телефону 490-01-490-92-98-166 в ГАИ. Вакцинации подлежат желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. В ГАИ отдел ЖКХ и КС подыскивает квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дома должны располагаться в жилых районах не ранее 1990 года постройки. Процент износа многоквартирного дома – не более 30%. Площадь квартир должна составлять не менее 33 квадратных метров. Ответить на вопросы по покупке жилья готова специалист отдела ЖКХ и КС Юлия Алоян. Телефон 40375 в ГАИ. В ГАИ сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Лефан Салана, за рулем которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже был лишен водительского удостоверения за аналогичный проступок. В отношении гайчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Житель ГАИ украл у друга 42 тысячи рублей и решил потратить их на путешествие. Почти сразу он отправился на вокзал, где приобрел билет Орск-Сочи. Добраться до морского побережья гайчанин так и не смог. На станции в Сызрине его задержали полицейские. Гайский городской суд оштрафовал вора на 50 тысяч рублей. В рамках программы формирования комфортной городской среды в ГАИ началось благоустройство двора по улице Советской 4А, Молодежной 55-55А. Работники подрядной организации «Алекс» уже демонтировали старые бордюры и ведут планировку будущих автомобильных парковок. Проектом благоустройства во дворе предусмотрено асфальтирование тротуаров и проездов, установка малых архитектурных форм и детской игровой площадки. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго. До новых встреч.